Внимание! Победить здание через лежачий номер. Внимание! Победить здание через лежачий номер. По легенде пожарных комплексных учений, в одном из помещений здания вокзала станции Егоршина возникло возгорание. По сигналу к вокзалу прибыл пожарный поезд, а также были мобилизованы и другие силы. МЧС, стрелковая команда, медики, сотрудники линейного отдела полиции станции. На подмогу тут же прибыла и машина 59-й пожарной части. Дежурный по вокзалу объяснил, что, возможно, в здании еще остались люди, и часть пожарных отправились на их поиски. В это время о помощи из окна уже кричал человек, которого немедленно эвакуировали при помощи лестницы. Продолжение следует... Пожарные, направившиеся с рукавом к месту возгорания нашли еще одного человека, не сумевшего вовремя эвакуироваться и оказали ему помощь. И вновь команде пожарных пришлось вернуться в здание вокзала для того, чтобы отыскать очаг возгорания и устранить его. В итоге, конечно, очаг пожара был найден и локализован. Обошлось без потерь. Выполнив свою работу, все силы сложили свое оборудование и учения завершились. В реальных условиях все будет происходить несколько быстрее, но, так скажем, мы не сможем все это охватить, отследить. Каждое действие и работу медицинских сотрудников, которые на учениях будут у нас контролировать правильность выполнения оказания медицинской помощи, первичной, первой медицинской помощи работниками МЧС и работниками ФГП. Будут пребывать, конечно, в большем количестве, привлекая машины скорой помощи. Точно так же будут действовать и сотрудники полиции. То есть понятно, что в реальных условиях сюда будут стянут иммунитарно все силы, включая и ДПС, там будет сколько уполномоченных. Конкретных нормативов нет. Значит, норматив должен быть таким, чтобы обеспечить безопасность, то есть максимально быстрое удаление из наиболее, скажем, удаленных помещений в каждом одинном случае. Учения были плановые. Они проводятся как минимум два раза в год и направлены на отработку грамотного и оперативного взаимодействия всех служб, у каждой из которых своя задача. Каждый занимается своим делом. То есть полицейские проводят эвакуацию, обеспечивают сохранность здания, помещения, значит, не допускают проникновения посторонних лиц, то есть оцепление выставляют. Работники пожарного поезда, значит, и столковые команды проводят действия по ликвидации непосредственно возгорания, спасанию материальных ценностей, значит, а самые первичные действия, значит, выполняют сотрудники, работники вокзала, значит, по эвакуации, обеспечению жизнедеятельности вокзала. По окончании данных учений, по словам Евгения Беспамятных, в обязательном порядке пройдет их детальный разбор, а руководители всех ведомств выскажут все недостатки в работе служб, принявших в них участие.